всем привет итак к видео о том как установить пакет в ubuntu был задан вопрос на в комментарии прочитал а как же его удалить совершенно верно интересный вопрос и вот сейчас я на него отвечу не перематывайте смотрите потому что я думаю здесь будет много для вас интересного если вы этого всего не знаете и так приступим первый самый простой способ это менеджер ну software центр да где мы можем выбрать там игру игры какие-то аудио видео и кучу-кучу всего например вот это мы можем выбрать блендер ухты он у меня даже установлен сейчас мы его и удалим короче первым делом можно вот здесь remove сделать если мы возьмем какую-нибудь программку другую можем install сделать а потом можем вот remove сделать или launch запустить но это это нам не подходит это не интересно дальше второй способ с помощью менеджера пакетов синаптик синаптик очень классная штука штука я в основном пользуюсь синаптика потому что очень удобно искать что-нибудь например же плюс плюс нажимаем enter и смотрим чё тут в репозиторий позже плюс плюс есть есть много всего но нам этого не надо нам нужно удалять пакеты и же плюс плюс мы удалять не будем смотрите как синаптики посмотреть список всех установленных пакетов нужно смотрите за мышкой вот сюда нажать статус нажать инсталит и в инсталит как вы видите вы можете увидеть все что у вас установлена полностью все ничего лишнего все установлено так вот так вот так вот так вот чтобы удалить из синаптика что надо сделать а надо сделать один блендер а вот он блендер правой кнопкой и можно переустановить можно удалить а можно полностью удалить в чем же разница между удалить и полностью удалить фишка в том что это и это удаляют пакет но вот это удаление не удаляет конфигурационные файлы а вот это удаляет полностью конфигурационные файлы нужны которые нужны для этого пакета короче короче можно сделать вот так да но это тоже не интересно ведь это же linux ведь это же linux соответственно соответственно будем так вот так вот очистим тут clear конечно так себе работает но короче можно третий способ из терминала кстати ну не кстати а вообще я думаю в любой операционной системе что то можно сделать несколькими способами соответственно здесь здесь можно я думаю еще найти несколько способов как можно удалить но я показываю самые основные так вот для того чтобы удалить программу в терминале надо от имени администратора вызвать такую программу а вот такую команду прошу прощения написать apt get remove и в remove написать например blender нашу программу да она это одессе аналогичным действию в синаптике отметить для удаления а ну кстати да в синаптике когда вы отмечаете для удаления прошу прощения сейчас покажу вот давайте сделаем давайте сделаем инсталлы к примеру для удаления надо после этого сделать нажать кнопочку apple а и потом начнется удаление но я уберу и и и и и закрою так вот так вот так вот так вот вот это что это делает удаляет пакет но если вы захотите удалить еще и все конфигурационные файлы надо написать вот так вот push push purge purga и как вам нравится так обновления на мне нужны вот выполнить вот эту команду есть я сейчас ее выполнять не буду потому что сейчас кое-что еще посмотрим дальше после удаления можно выполнить вот такую команду sudo apt-get auto remove что делает эта команда эта команда удаляет те пакеты которые больше никому не нужны то есть эта команда удаляет пакеты которые были автоматически установлены но теперь их зависимый пакет либо был удален либо больше не зависит от них вот мы можем нажать потом ввести пароль и нам вы сейчас видите да я ничего не удалял блендер я еще не удалял но здесь куча пакетом которые как бы типа вроде бы никому не нужны но я этого делать не буду в очень редких исключениях очень редких автор ему может сломать вам какую-то программу это очень редких исключениях когда но это обычно происходит когда вы начинаете устанавливать одно на другое разные версии играться то есть одну установили вторую третью программу ну схожи да там же здесь же сесть одну версию потом вторую третью четвертую потом одну удалили из них потом Короче, когда вы с этим начинаете играться, где-то может пойти что-то не так. Но в целом она довольно безопасная. Поэтому такое, если вам место не жалко, можете ничего не удалять. Чтобы ничего не поломать, так как если вы новичок, то вы пока не знаете, как это все чинить. Но сказать о ней я должен был. Дальше, чтобы посмотреть зависимость программы, надо выполнить такую команду. АПТ, кэш и указать АДПНС и написать имя нашей программы. Блендер, давайте Блендер. И мы можем увидеть все зависимости нашего пакета Блендер. Вот они все. То есть Блендер зависит от итогов всего. Дальше, что можно еще интересного посмотреть. Еще можно посмотреть, можно еще посмотреть историю, что, когда и где ставилось. Давайте выполним вот такую команду. Смотрите, cat. Cat мы открываем с помощью этой команды какой-нибудь файлик на просмотр, чтобы его просмотреть. Можно сделать вот так вот. И тогда у вас в терминале будет содержимое этого файла. Но лучше всего перенаправить его в другой файл. То есть я создал папку tmp, папку install it. Ну, как вы видите, я здесь буковкой ошибся и получилось install it. Ну, ничего страшного. Так вот, сейчас я там создам вот этот файлик. Дальше еще одна команда. Я думаю, будет интересно. History. И еще одна. Вот эта. Создал три файлика. Теперь смотрите. В этих файликах можно посмотреть историю. То есть когда что устанавливалось. То есть есть дата, есть время и что у нас происходило. Вся эта информация, история, ну, в разной подаче, да, там разная информация, где-то больше чего-то, где-то меньше. Вот, к примеру, history log. Здесь более подробно, что у нас стартануло, что было установлено, что обновлено и т.д. и т.п. Ну, и terms давайте посмотрим. Здесь тоже в каком-то своем формате какая-то информация, наверное, полезная. Короче, это можно открыть обычным редактором и просмотреть. Что еще? Еще я забыл сказать самое главное. В самом начале. Для того, чтобы посмотреть список установленных вообще пакетов, не обязательно переходить в синаптик. Можно выполнить, сейчас я вам покажу, вот такую команду. apt-list, дальше передать install.let и дальше перенаправить эту информацию в файлик. Если вы не перенаправите, все будет вот здесь в терминале. Лучше перенаправить. Нажимаем enter и здесь у нас появился файлик install.let. Мы можем его просмотреть и увидеть список всех-всех-всех пакетов, которые у меня установлены. Ну что ж, ну что ж, давайте, наверное, удалим Blender. Давайте, 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 как там. Итак, удаляем Blender. Удаляем полностью, чтобы не осталось даже конфигурационных файлов. Что такое пароль неправильно? Как же так? Правильно вроде. Ага, вот. И мне написало, что какие-то пакеты были автоматически установлены и никому, типа, не нужны. Ну ладно, рискнем. Сейчас удалится Blender. А после этого давайте все-таки выполним команду sudo apt-get auto-remove. Вот. И, ого, ну давайте. Если вдруг сейчас все прервется и перестанет записывать, знаешь, мы что-то поломали. Но мы ничего не поломали. Запустили еще раз и говорит, что все у тебя хорошо. Дальше. Что еще можно интересного сделать в терминале? Ну, короче, в терминале, да. Итак, чтобы обновить все пакеты, а, нет, 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 давайте кое-что другое посмотрим. Смотрите. К примеру, вы можете зайти куда-нибудь, увидеть какие-то библиотеки и, 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 и вас может заинтересовать, к какому пакету относится какой-то файл. Файл. Файл, файл, файл. Так, сейчас давайте install it, посмотрим, сейчас выберем какой-то пакет, пакет, давайте вот, например, CUDA, 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 CUDA. Смотрите, есть еще интересная команда. Вот она, dpkgquery-r, и с помощью этой команды, этого запроса можно узнать список файлов в пакете. Ну, давайте узнаем список файлов в пакете CUDA. И мы видим, да, что все файлы, пакета CUDA расположены по таким путям. Есть. Дальше. Можно еще узнать, к какому пакету относится какой, ну, какой-то, например, файл. Сейчас мы это посмотрим. Так, мы еще можем узнать, к какому пакету относится какой-то файл. Вот я чуть-чуть тут поигрался, чтобы более было понятнее, нагляднее. Например, вот такая библиотека. Вот мы перешли в директорию для пользователя, куда устанавливаются пользовательские библиотеки, там пакеты, все такое. Так вот, и, к примеру, интересно, libobs.so, что это за библиотека, к какому пакету она принадлежит. Вот. Пишем dpkgs и имя нашей библиотеки. И нажимаем Enter. И здесь мы можем увидеть, что эта библиотека принадлежит пакету OBS Studio. Вот. Ну, это, если вдруг, интересно. Дальше. Ну, мы уже приближаемся к завершению. Для того, чтобы обновить все пакеты, нужно выполнить следующую команду. Да, можно обновить все пакеты из терминала. apt, get, потом v и upgrade. И давайте выполним. И что мы тут увидели? Мы увидели, что, в общем, на 1 гигабайт, да, получается, обновление или... Так, ноу, не буду. Точнее, никакой гигабайт. Здесь мегабайт. Так, нужно 5 мег... 1, ладно, давайте попробуем. Нет, давайте не будем пробовать. Давайте кое-что сейчас посмотрим. Смотрите. Можно еще запретить обновлять некоторый пакет. Ну, к примеру, вы не хотите, чтобы обновлялся пакет. Это может быть GIMP. Потому что там последняя версия GIMP, что-то там не очень. Ну, к примеру, да. Смотрите. Чтобы запретить обновление какого-то пакета, можно выполнить вот такую команду. sudo apt mark i. И, и, и написать. Hold. Hold это значит, типа, удерживать, да. Ну, не обновлять какое-то приложение. И давайте, например, не будем обновлять мод менеджер какой-то. Давайте вот так вот. Модмонагер. Манагер. Да, вот так вот. Моддмонагер. А ну-ка. Не может найти как же. А что это такое? Моддмонагер. А, моддмонагер. Вот, смотрите. Я сделал так, чтобы он не обновлялся. Давайте попробуем обновить еще раз пакеты. И что мы здесь видим? А мы здесь видим, что здесь моддмонагера нету. Вот он между netplan.io и либо этим, короче, был. Короче, его здесь нету. Вот. Дальше. Чтобы посмотреть список, список пакетов, которые, обновления которых запрещено, надо выполнить следующую команду. Вот такую вот команду надо выполнить. Вот такую вот команду. И вот здесь мы четко видим, что в списке пакетов, обновлений которых запрещено, есть только моды монагер. Короче, как его снять? Ну, надо просто unhold выполнить. Unhold. Все. Этот пакет уже не в списке. Ну и давайте все-таки обновим. Не, не буду. Так, также можно посмотреть список, в списке установленных пакетов, можно, например, поискать нужный вам. Это можно делать вот так вот. Дпк джем. Дальше, дальше. Л. Нет, вот так вот. И греб, к примеру, давайте мод ДМ, манагер. Нет, что-то я ошибся. Сейчас. А, наверное, большая. Нет, так, не понял, не понял, не понял, не понял, не понял. Давайте поищу скайп. Букавка ошибся. Букавка. И надо не И, а Л. Да, список, список. Что-то я уже подтупливаю. Короче, смотрите, вот я искал, к примеру, в списке установленных пакетов вот такой моды Манагер. Что это такое? Я даже не знаю. Какой там менеджер. Вот, и мы можем найти информацию, да, вот он вывелось, да, к примеру, вот если по скайпу поискать, то мы ничего не найдем. А если просто по Манагеру, давайте посмотрим, какие пакеты со словом Манагер есть. Вот мы можем найти, да, имена пакетов, их версии, архитектуру и краткое описание. А можно еще просто G++, давайте поищем. Вот какие у нас есть. G++, дальше 6 и 7. Зимой, а давайте еще GCC посмотрим. Вот по GCC. Короче, на этом, я думаю, все. Думаю, какая-то информация для вас была полезная. Все это продублировано по платным подпискам на Патреоне. Вот, ну, в текстовом варианте. Подписка на текстовые публикации стоит 1 доллар или 2 доллара в месяц. Короче, такое. То есть, если интересно, там будут добавляться другие, другие текстовые, текстовые описания. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.